Я думаю, там мы еще застанем баталии этих кадыровских отпрысков. Так, капитан. Ассаламу алейкум, брат. Как ты думаешь, Дустумчик начал свою карьеру в дубайском хотеле, чтобы он смог потом уехать в Канаду или Америку? Ну, когда рухнет власть Кадырова, как думаешь? Алейкум ассаламу алейкум. Тумса, был ли ты религиозным в детстве? Ну, например, 14-20 лет. Просто в этом возрасте детей можно бывает определить, какими они будут, когда вырастут. И еще ответь, курил ли вообще в детстве? Был ли я религиозным в детстве? Давайте дадим сначала определение слову религиозным. Ведь речь идет о соблюдении. То есть ты хотел спросить, был ли я соблюдающим в детстве? Был ли я соблюдающим в детстве? Если мы вспомним школьные годы, то нет, я не был. Но я был достаточно, ну, такой хулиганистый школьник. И в мое детство, вот это вот школьное время, где-то начиная там с пятого, наверное, класса, потому что начальную школу можно, в принципе, не считать. Это вообще такое детство. Самое сложное время и время формирования человека, там, где он может куда-то вообще не туда повернуть, это где-то с пятого класса у нас начинается, его подростковый возраст. Как правило, у нас в начальной школе все бывают хорошими, там учатся хорошо, ну, большинство. Я тоже не был исключением. Начальная школа у меня был таким отличником, он хорошо учился. Но вот начиная с пятого класса по девятый, ну, по восьмой включительно, в девятый уже началась война. Так вот, вот этот период, он у меня пришелся на послевоенный. Военный и послевоенный. То есть первая оккупация России, затем наша победа и вот этот межвоенный период. На это время. А это очень сложное время во всех отношениях. И в плане финансового обеспечения, и в плане просто какой-то ауры окружающей, и в плане преступности, доступности наркотиков, всевозможных, в общем, отклонений. Это было такое очень сложное время. И понятно, попав в такое время, в подростковом возрасте, ты, конечно же, поддаешься влиянию всех этих негативных факторов. Поэтому я не могу сказать, что в этот период я был хорошим парнем, подростком. И точно не могу назвать себя соблюдающим, потому что я помню, где-то класс, может быть, седьмой или шестой класс, у нас в классе был мальчик, который постился в Равадан целый месяц. И это на тот момент для нас, для всего класса, это было что-то невообразимое. Ничего себе. Мы там еле-еле, кто-то там три, если поста держал, то это год. А тут он целый месяц постился. Вот. Но где-то в девяносто, наверное, восьмом, или, может быть, уже даже прям перед войной, может быть, девятый год, девяносто восьмой или девятый год, вот в это время по милости Аллаха как-то получилось у меня мой близкий друг, он и сейчас, мы и сейчас с ним друзья. Мы, значит, жили тогда по соседству. Он старше меня там на года два, наверное. Он был уже на тот момент, он был таким соблюдающим. И так получилось, что он как-то какими-то заманухами меня, в общем, повел в мечеть. На Катаямио была мечеть. И там был жамаат на тот момент. В республике тогда были распространены вот эти жамааты, они обычно базировались в мечетях. И это в основном, да, были такие военизированные такие группировки, но они, как правило, все были очень такими соблюдающими. И среди них были люди более-менее знающие. Более-менее я говорю это сейчас, потому что с сегодняшними знаниями я понимаю, что это не были какие-то там хорошо обученные или студенты, они такими нет, таковыми не были. Но на тот момент они были в базовом смысле они были более знающими, чем большинство людей. Они уже знали, что такое нововведение, что такое фарда или сунна, в общем много таких моментов, ширка и так далее могли объяснить. И вот ты попав туда, получив какие-то базовые знания, я могу сказать, с этого момента, где-то вот с этого периода, может быть конец 98-го или начало 99-го, я не помню. Где-то с этого наверное периода я стал уже более-менее таким соблюдающим. То есть я уже стал совершать намаз, я стал поститься месяц, весь месяц рамадан. Но это тоже видите не сразу к этому это все постепенно приходило. Сначала соблюдение намаза, но при этом оставление допустим рамадана или же рамадан где весь месяц постился. То есть это как-то постепенно это все приходило. хотя молиться я умел самого раннего детства. Отец меня этому научил, но я не придавал этому должного значения. То есть у меня не было осознания с детства, что это настолько важный аспект в моей жизни, в моей религии. То есть это для меня было типа ну да вот есть и есть знаю отец если проконтролирует я там помолюсь не проконтролирует я там где-нибудь с друзьями погуляю. То есть таким соблюдающим мусульманином с раннего детства я все-таки не был. Но в целом семья была религиозной поэтому религиозные обряды их я конечно с детства знал. Феофил Больше нет Тумсо Начнем с 5 евро А там бутылки сдам для глядящей 10 смогу Жги дальше Как думаешь остальные дети Рамзана завидуют сейчас? Я думаю что между вот этими сыновьями тремя старшими которые Ахмед Али и Адам Ну и также явно видно что одного из них очень серьезно выделяют и может быть сейчас это между ними не возникает каких-то терок по этому поводу но в дальнейшем это конечно скажется и это по-любому выльется в какую-то ситуацию потому что это вообще в целом это для отца воспитывающего своих детей когда у него несколько детей это очень несправедливо выделять одного из своих детей по-любому остальные дети воспринимают этот момент как несправедливость от тебя начинается ревность начинается ненависть к этому ребенку которого уделяют поэтому даже психологи не говоря уже об исламе который требует от родителя равнозначно справедливого отношения ко всем и своим детям и своим женам это общая база это то что ты ты обязан ты не можешь выделять одного ребенка не подарками не какими-то поощрениями если ты в состоянии допустим назначать на какие-то должности а ты не можешь таким образом там одного выделять если ты можешь ну я имею ввиду назначать одного на должности другому людям не давать или назначать одного на хорошей должности других на плохие или например если ты располагаешь каким-то активным временем то давать больше значительного времени одному не давая там или давая меньше другим то есть это в любом случае это приводит к ревности и ненависти за тем к этому выделяемому тобой ребенку поэтому то что он делает это даже с точки зрения просто семейного какого-то воспитания с точки зрения ислама понятно что это неправильно но это в целом короче очень неправильная методика и она по-любому даст о себе знать так капитан ассаламу алейкум брат как ты думаешь Дустумчик начал свою карьеру в дубайском хотели чтобы он смог потом уехать в Канаду или Америку ну когда рухнет власть Кадырова как думаешь алейкум ассаламу не я думаю там дело не в этом он никуда выезжать не собирался он наоборот хотел и добился этого он хотел вот эти вот эту преследуемую часть общества у нас в республике он хотел добиться для нее прав и свобод путем возглавления этой части общества и верьте или нет но теперь преследование этой части общества в республике остановлено и не просто остановлено даже если кого-то из них задерживают из-за этого то из высоких кабинетов звонят и говорят отпустить их отпускают вы можете вспомнить когда вы последний раз слышали что кого-то по этой теме задержали и что-то там показали публично или убили там кого-то или посадили слышали его подогнал вот вот Субтитры создавал DimaTorzok